Девушки отдыхают Происходящее где-то в вселенной чем-то похожей на Дикий Запад, то есть там есть условные индейцы, есть условные цивилизованные люди, примерно на том же уровне развития, что и испанцы во время завоевания Америки. Но при этом там же одновременно в этом мире действует сила некоего демиурга, обычного человека, который конструирует миры, и там все это расписано, что это определенный навык создавать объекты из собственных мыслей, создавать целые миры из собственных мыслей. И вот в мире одного конкретного человека, который является гением и одновременно главным антагонистом первых двух книг, происходит событие. В общем, я предполагал, что я под Новый год засяду это дело, сделаю, три ролика по этой серии, и это будет что-то вроде прошлогоднего новогодия, который я выкладывал, да, где я делал обзоры Бомжа с дробовиком, серии Хрона и так далее. Но получилось так, что я эти три книги сейчас перечитал, и оказалось, что они очень плохо сохранились с моего подросткового возраста, в том смысле, что идея гениальна, и тогда она мне казалась гениальной. Я прочитал книги за поем, но со временем произошло следующее. Со временем выяснилось вот сейчас, что у Форда, к сожалению, несмотря на абсолютно гениальную фантазию, то есть он действительно хорош как автор, К сожалению, он очень плохо как прозаик. Я сейчас перечитал эти книги, выяснилось, что они написаны как будто это пересказ событий какого-то более крупного произведения, только вот более крупного произведения нет. Есть только это. Это несколько досадно и несколько обидно. Я сниму ролик, но, наверное, не три, а один, и буду я там не столько говорить о том, какая это гениальная серия, хотя и об этом тоже, она с точки зрения фантазии еще раз гениальна. Сколько о том, что, к сожалению, эта проза плохая, а суть хорошая. Это примерно как с Лавкрафтом, в меньшей степени. У Лавкрафта все-таки язык достаточно богатый, достаточно интересный, а то, что он не умел описывать неописуемое, ну, это проблема, конечно, но не критичная. И еще можно провести параллель с Олафом Степлдоном. Это британский фантаст, его называют фантастом для фантастов, потому что в его книге «Стармейкер», да, «Творец звезд» есть почти все сюжеты, почти все фантастические миры, существа, машины и так далее, которые мы, с которыми мы познакомились за последние 60-70 лет. Я имею в виду, что фантастика, вот начиная с 40-х и далее, она почти вся базируется на нем. И при этом его фамилия особо неизвестна. К примеру, вот я недавно перепроходил этот самый «Масс Эффект», там в определенный момент ты нападаешь на базу серого посредника, да, и его корабль, он находится на планете, на которой в ночи слишком холодно, то есть там прям абсолютный ноль. На солнце там плюс 100-500 градусов и там расплавляется даже металл. И для того, чтобы на этой планете существовать, корабль серого посредника передвигается по узкому вот этому пространству между днем и ночью, то есть закатное вот это время, и он вместе с ним, то есть он развивает такую скорость, что вместе с вращением Земли перемещается, ну, этой планеты, и за счет этого и не замерзает, и не сгорает нахрен. Аналогично можно вспомнить в Ридике, да, такую сцену, где они перемещались, по сути, в сумерках, потому что солнце их могло сжечь, как хреново. Так вот это придумал Олаф Степлдон еще тогда, давным-давно. У него это есть, у него есть идея целых рас инопланетных, которые живут в постоянном беге. Для того, чтобы спят, едят, размножаются, все делают на бегу. Для того, чтобы постоянно находиться вот в этой полосе, где еще не слишком горячо, но и уже не слишком холодно. И таких примеров миллион. Почти вся фантастика построена на нем. Вот сегодняшняя фантастика, это действительно так. Головачев со всеми его шизами, но я имею в виду все эти и Грегоры и так далее. Это все есть у Степлдона. У него же есть расы, произошедшие от рептилий. Это совсем стандартная история. У него есть как раз, вот мы сегодня упоминали Сенсейт. У него есть существа, которые мысленно объединяются в сети. У него есть существа, которые эволюционируют за счет того, что два разных вида существуют в слипшемся состоянии, как паразит с хозяином. И вот, то есть паразит это мозг, который очень умный, но сам нифига не умеет, у него нет рук. И есть хозяин, это огромная там такая туша, к которой этот мозг прицепляется. То есть вот Степлдон придумал гигантское количество концептов фантастических. И этим велик, но, к сожалению, писать не умел. И вот в ряду со Степлдоном и Лавкрафтом вполне можно поставить Джеффри Форда. Он, конечно, пожиже, потому что он более современный. Но все-таки.